Всем привет, дамы и господа, и сегодня мы продолжаем записывать серию на проекте GTA 5 RP Stroll, перед сегодня я собираюсь продать свой Volkswagen Touareg, на который я, кстати, обзор не делал, но данная тачка приобреталась у меня около месяца назад, тому, когда я ещё уезжал ездить на квадроциклах в Анапе, вот, и сейчас я готов делать обзор на эту машину, значит, как вы видите, здесь она у меня покрашена в чёрном металлике с тонировкой, фары такого синего цвета, синий цвет будет понятен, если я, например, заеду в этот карман и сейчас посвечу, вот видите, такой вот полунеоновый синий цвет, давайте, значит, посмотрим вообще целостность этой машины, выглядит она весьма неплохо, учитывая то, что это полный тюнинг, покупал я её за 900 тысяч, соответственно, я переплатил за неё весьма большую сумму денег, сейчас она стоит где-то 750-800 тысяч, смотрим багажник, багажник у данного автомобиля весьма, весьма обширный, 80 килограмм для кроссовера, это более чем достаточно, здесь у меня находятся различные аксессуары, одежда, кальян, как видите, вот, и вот эта вся прочая фига тень, вот, её, понятное дело, я буду всё перекладывать в инвентарь, когда буду продавать данный автомобиль, но, соответственно, вы видите, номера 911, это я выбивал специально для Porsche, думал, что будет у меня Porsche, в итоге у меня Porsche не было, а вот такой вот, у которой, едет он нормально, где-то 270-280 развивает скорость, учитывая то, что я играю с редуксом, данная скорость весьма чувствительна, он не управляем, конечно, понятное дело, но это всё, видимо, вызвано тем, что здесь поставлен турбонадув, турботюнинг, который не даёт спокойно машине ходить по вороту, то есть она улетает, но машина весьма резвая, ну, если вы собираетесь, например, работать где-то в крайм организациях, вам надо гонять там от одной мафии к другой, возить какие-нибудь заказы, то да, эта машина, как и финик, вам весьма придётся кстати. Ну вот, я еду уже на рынок, потому что не смысл развивать на ней какие-то огромные скоростя, потому что будет всё-таки лагать, вот, и когда я продам данный автомобиль, я положу все деньги на счёт и, соответственно, буду уже пробовать, зарабатывать на организацию, чтобы создать свою организацию, чтобы туда принимать людей, вот, но вы не забывайте играть на струбере, выводить мой промокод LEV, всего три буквы, вот, и вас будет ждать, соответственно, успех. Так, давайте куда-нибудь в бок встанем, вот сюда, наверное, хочу встать. Так, Эти вот страуты, прокуримся рядом с Горьевым, Да, почём этот, Почём Тор? Торик 750 продаю ФТ. А, чё Тор? Хух! И еду продавать Торик. Выправляем, конечно, оставлять желать лучшего. Вот, как я буду. Убери, Слава, Беху свою. Где Беха стоит, слышишь, ставь её туда. Сейчас, Слава, доедем, Милан, отойди. Паркуй, поехали со мной. Садись, друг. Давай, паркуй её туда, да. В смысле, зачем? Садись со мной. Ну, и сейчас доедем за бабками, поехали, да. Поехали. Петя, как-то личная охрана, считается? Поехали, да. Обратно. Можете помочь мне на первую очередь, когда у вас? Не, братан, всё, давай, друг. Дядя. Всё, давай, друг. Удачи. За 110 взял подвес. Ну, я понимаю. Ну, вот я тебе и говорю. За 110 я вам точно пихну. За 115 я буду ждать очень долго. Это да, да. Да, да. Может, 460? Паркуй, договорились с вами. 470. Сейчас, подожди, я бы собираюсь в багажниках всё время. Так, опробуем систему казино. Я тут ещё никогда не бывал, но его недавно совсем, по-моему, добавили. Либо оно было, но я играю с перерывами, сами понимаете. В общем, я, как смотрел, можно купить фишек. Получается, одна фишка 100 долларов я могу купить. 500 фишек я могу купить. Давайте купим 500 фишек. Всё. И мы можем идти, короче, играть. Вот. Тут у меня до покрутки колеса удачи осталось 2 часа. По-моему, я не могу его крутануть, да? Вот. Ещё 175 минут. Но зато можем вот за стол встать. Ставки от 5 фишек. Так. Они тут уже играют. Сейчас попробуем поставить 5 фишек. И посмотреть, как эта система работает. Так. А. Стоп. Попробуем на красный теперь поставить. Это можно типа числа выбрать, да? Особенные какие-то. Не знаю. Чёрное. Так. Давайте 10. 20. На чёрное. 40. Ага. Так. Давайте 20 теперь на, ну, на красное, наверное, опять. Нет. На чёрное. На красное. Давайте ставку пониже. На чёрное теперь. Всем привет. Всем привет. На чёрное. 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 когда имя человек нельзя называть вот так бы он конечно назвал сами понимаете коммерческая тайна вот у нас про наследство при все хорошее такое едет оно нормально 215 среднем вот можно подвести да конечно куда вас подвести так ну у меня еще в портане дальнобой смыть порту поехали дальнобой давай довезут тебя погнали если присаживайтесь так это ножки вытирайте все такое когда она не присаживается о понимаю у нас угнал уже тачку я понимаю она просто работник спецслужб поэтому мне найти не составит труда присаживайтесь открыл ее так сказать машина хорошая сами понимаете двери вверх поднимаются при свете обязательно потому что я водитель профессиональный сами должны понимать ничего две жизни две жизни у вас есть как кошки да было 9 осталось две у меня уже три всего лишь понимал ну уже одна сейчас меточку поставлю стало быть потому что сами понимаете было вторую пожалуйста собирать бывает отдыхаю на 2 то где аэропорт да да понимаю выгружаются выгружаются просто понимаете отдыхаю часто как бы не бываю в штате там она по геленджик там сочи оба и не не там где аэропорт носите а что такое там не вторая нажми вторая 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 такси то есть по тарифу не эконом а тарифу комфорт плюс но мою машину не взяли сказали что она слишком спортивного класса а такие в такси как правило не зарекомендованы вот я очень сильно расстроился улетел из россии сюда штат стролпере и машину с собой в целом транспорта компания то есть не довезли вот а вообще как вы считаете в целом данный автомобиль оправдывает вот свои 480 тысяч по скорости как поцениваете она ей по трассе что по трассе сколько едет по трассе вот мы сейчас в тапливаем 220 короче едет не оправдывает не оправдывает даже в эхо больше едет но я продавать скорее всего будут вероятненько так но не знаю по как вот пока есть нормальный красненький цвет шины новые стоят зимние зимние колеса я не стал менять потому что изменения не ранее не не ранее сейчас погода 28 градусов тоже холодновато я кстати бернаут научился делать них и покажи бернаут хернусинова о это бернаут это сцепление короче бросим тут сцепление семистопчатая коробка передач всем понимаете вот у меня вот такое говно кстати было до этого фольксваген туарег вот парашка полнейшая о фуре 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 вы тоже на дальнобойе я не ну это хорошо ладно удачи вам ладно спасибо вот так око за око ребята так все отправляемся в путь потому что говорят дальнобой пофиксили машина арендовать стоит 1350 баксов то есть в целом если так оценивать нормы какую-то либо норму то это дороговато это реально дороговато но учитывая то сколько мы грузы привезем например за один рейс и посчитаем за сколько мы окупим данную фуру то в принципе будет нормально так ну смотрите мы дальше второй полосы двигаться не можем по правилам дорожного движения поэтому мы направляемся в ту самую точку которая называется